Друзья мои, сейчас мы с вами посмотрим на коротенький скринкаст, как сделать так, чтобы ваша прекрасная презентация о знаменитом человеке оказалась на вашем вики-сайте, чтобы вы ее могли нормально сдать. Что нам нужно для того, чтобы это совершить? Во-первых, нам нужно с вами сделать презентацию. Я буду вам показывать пример на основе своей презентации, сделанной специально для вас, для нашего занятия. Те, кто был у меня на занятии, ее, конечно же, помнят. И вот этот момент тоже многие помнят. Ну а у вас, естественно, будет ваша презентация, которую вы сделали согласно нашему заданию. Помимо презентации, нам понадобится зайти на сайт SlideShare. Вот его адрес. Ну и теперь, когда мы находимся с вами на этом сайте, давайте посмотрим, что сделать, чтобы загрузить свою презентацию. Я предлагаю вам отсюда, не нажимая на кнопочку Upload, потому что в любом случае он потом попросит нас залогиниться, нажать кнопочку Sign Up. То есть создать здесь ваш аккаунт. Для того, чтобы создать здесь ваш аккаунт, нужно написать ваш юзернейм, придумать пароль. И написать действующий адрес электронной почты, например, мой рабочий. Дальше нам понадобится ввести код. Можно снять галочку Send Me the SlideShare Newsletter, на всякий случай. И нажмем кнопочку Sign Up. И теперь смотрите, что произошло. Sharing is great. В правом верхнем углу мы попали на страничку, которая говорит о том, что мы залогинились. То есть мы с вами просто ввели логин, пароль и почту и автоматически сюда попали. Ну и теперь давайте, чтобы у нас все было по-честному, попробуем принять почту. Получили вот мы с вами письмо от SlideShare. Он говорит, please confirm your email address. Я нажимаю confirm вот здесь, на эту ссылочку. И моя почта таким образом подтверждается. Все, это мне не надо, это мы закрываем. И вот мы с вами опять оказываемся на страничке SlideShare. Thank you for confirming your email address. Не за что. Теперь нам нужно загрузить нашу презентацию. Нажимаем кнопочку Upload. Заходим в нужное место на сайте, на нашем жестком диске. Вот наша презентация, которую мы должны загрузить. Загружаем. Сейчас я разрешу своему Firewall пустить эту презентацию наверх. И вот очень быстренько эта презентация поднимется на сервер. Так, ну и пока она будет загружаться, я могу придумать ей название. Например. Или Presentation Можно ввести теги. Presentation Teacher Teaching Resources Так. И choose category, например, design. Все, подождем, пока эта презентация загрузится. Происходит это достаточно быстро. И теперь мы видим Your file Presentation Screen Version PDF Is Queued For Conversion То есть, она стоит в очереди на преобразование. Meanwhile, you can add details And save. Мы с вами все сохранили. И теперь нам достаточно подождать, когда эта презентация сконвертируется. Это может занять какое-то небольшое время. Но сейчас я нажму на паузу и просто дождусь, когда это произойдет. Как видите, сразу после того, как презентация сконвертировалась, мы попали на страницу, на которой сказано File Published Take a quick preview, share, hint, this will bring you more traffic. В общем, как только презентация сконвертировалась, вот здесь внизу она превратилась вот в такой виджет. Что мы теперь можем сделать? Мы можем либо закончить на этом и зайти на нашу презентацию с нашей главной страницы. Либо же мы можем поступить просто, можем прямо с этой страницы. Обратите внимание, это та же страница, SlideShare.net.upload, на которой мы только что с вами были. То есть, просто вместо блока с загрузкой появился блок уже с вашей готовой презентацией. Что мы здесь должны сделать? Мы должны выбрать, найти вот это поле Embed, нажать здесь в этом поле и выделить все, что здесь находится. То есть, покликать здесь до тех пор, пока она выделится вся. Вот так. И нажимаем правой кнопкой и говорим Copy, то есть скопировать. Отлично. Теперь открываем новую закладку, пишем адрес нашего Вики-сайта. Чудесненько на него заходим. И теперь, имея вот этот код для встраивания в ваш Вики-сайт, Embed, вот он у нас, начинается со слов iFrame. Скопировав его и имея его в буфере обмена, мы идем на вашу личную страницу. Ну, скажем, заходим в Your Grades, Purchase of Pages and Portfolio. Заходим к кому угодно. Ну, вот скажем. Давайте, кто? Мария Александрова. Первая у нас в списке. Вот Маша еще не опубликовала. Значит, мы заходим, нажимаем Edit. Естественно, вы это делаете на вашей собственной странице. Маше скидывать ее презентацию, вашу презентацию не нужно. Вы заходите сюда вниз, нажимая, отступаете несколько раз. Пишите Week 5 Presentation. Делаете это заголовком второго уровня, нажимая Heading. Так. Отступаете. И теперь помним, у нас в буфере обмена находится вот этот код. Чтобы его вставить сюда, мы нажимаем не Link, не File, а Widget. Именно эта кнопка нам нужна, чтобы вставить готовый HTML код. Кликаем. Заходим в Other HTML. И вставляем вот в это вот пустое поле имеющийся у нас код с помощью кнопочки Paste. Нажали. И нажимаем далее Сохранить. После чего у вас появляется вот такая серая, что это? Серый прямоугольничек или серый квадратик. Этот серый квадратик означает, что ваш виджет вставился. Обратите внимание, сейчас я удалю его и опять делаю то же самое. Я нажму Widget, я зайду в Other HTML и вставлю опять нужный мне код. Вы увидите, что код у вас будет как минимум на три строки. Начинается он со слова iFrame, дальше будет SRC и дальше, дальше, дальше все разные параметры, которые нужны нам от презентации. И заканчивается это все закрывающим тегом iFrame. То есть вот такой примерно код у вас должен получиться. Нажимаем Сохранить опять же. И считайте, что ваша презентация вставлена. Теперь вы нажимаете Сохранить. Когда вы сохранили, внизу у вас здесь появляется виджет, то есть собственно то самое, ради чего мы это все делали, встроенная ваша презентация в вашу вики-страницу. Это было очень просто. Теперь, так как одно из заданий это ответить на три вопроса, связанные с этой презентацией, мы снова заходим в редактирование, отступаем от нашего виджета, делаем нумерованный список и пишем ответы на интересующие нас вопросы, на те вопросы, на которые нужно ответить по заданию. Но, думаю, писать ответы вы умеете. Когда написали ответы, опять нажимаете Сохранить и ваше задание выполнено. Еще раз покажу вам ключевые моменты. Вы заходите на Слайдшер. Если вы зашли и еще не были здесь залогинины, вы заходите в Сайнап. Вводите свои личные данные и попадаете на вашу готовую страницу. Я же сделаю вместо этого логин. И как только вы заходите на вашу личную страницу, вы находите кнопочку Upload. Еще раз говорите Upload. Выбираете презентацию. И как только она сконвертируется, находите в ней код Embed. Я сейчас покажу на примере существующей презентации. Вот моя презентация, которая только что была загружена. Здесь вы находите кнопочку Embed. Вот так. Или где-то в боковом меню вы находите Embed. Кликаете. Получаете код. Копируете его. Заходите на вашу страницу. Нажимаете Edit. Копируете Widget. Копируете. Копируете OtherHTML. И вставляете. И нажимаете сохранить. Все. Как только вы видите OtherWidget, и при сохранении он превращается в вашу презентацию, ваша задача выполнена. Не забудьте ответить на три вопроса из вашего задания. На этом все. Желаю удачи.